Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Друзья, думаю, что все вы уже ознакомились с содержанием экономического календаря и прекрасно видели то, что эта неделя будет крайне насыщенная на события, что будет провоцировать, соответственно, их волатильность, которая обязательно должна быть в подстате ожидаемым макроэкономическим дам. Хотя с волатильностью вроде бы как в последние дни нормально все. Рынок активно ходит, правда, не в ту сторону, в которую можно предполагать он должен пойти, исходя из фундамента. На этой неделе у нас очень много статистики по штатам, чего стоит только один релиз «Нонфарум Перос» по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, который является основным барометром состояния рынка труда и, соответственно, может быть ключевым катализатором в копии с индексом потребительских цен, то есть с инфляцией, влияющим на риторику регулятора, в принципе, США и на решение по поводу процентных ставок и вообще решение, связанного с ужесточением монетарной политики. Ну, здесь можно даже опустить индекс потребительских цен, потому что статистика по «Нонфарум Перос» у нас традиционно еще приправлена отчетом по динамике роста заработных плат. И я вам уже рассказывал про вот эти логические параллели, то, что заработные платы – это как раз то, что и подстегивает потребительскую активность, активность потребителей влияет на индекс потребительских цен. Вот здесь все взаимосвязано, поэтому мы в эту пятницу получим блок основных релизов, на основании которых будем дальше строить наше представление о том, будет ли ФРС столь же оптимистичен далее в оценке состояния экономики и будет ли ФРС подтравливать вот нас как трейдеров, потому что до конца года будет еще решение по росту процентных ставок и уже совсем скоро будем надеяться в соответствии с ожиданиями в сентябре американский регулятор анонсирует все-таки выход из облигаций, это сокращение баланса, величина которого огромная, более 4,5 триллионов долларов, и этот шаг, конечно же, воспринимается как еще один этап ужесточения политики. И те трейдеры, которые разделяют долгосрочные инвестиционные взгляды и идеи на рынке, уже, конечно же, с большой иронией смотрят на то, что происходит с долларом, потому что видеть то, как доллар камнем летит вниз по факту даже сильных релизов, это, конечно же, болезненно для фундаменталистов. Но остается все-таки ожидание на предстоящую осень уже, сентябрь, и именно на этот месяц многие предполагают, даже инвестиционный банк, вот сегодня несколько дней уже предложил, ориентируется на буст, ускорение доллара, который должен еще показать свой характер. Но, опять же, это сродни с загадом, который, естественно, не бывает богат, мы лишь будем констатировать то, что на рынке происходит, и будем следить за дальнейшими матроэкономическими отчетами. Помимо, друзья, доллара у нас еще фунт в центре событий, поскольку этот четверг будет супер четвергом, поскольку на него выпала сразу целая куча релизов, начиная от прогноза по инфляции и кончая, собственно, голосование по поводу процентных ставок, также и сопровительное заявление еще, и оценка перспектив программы покупки облигаций, то есть выкупа активов. Но в рамках еще недели до четверга у нас будет возможность снова с вами оценить состояние национальной экономики Англии, исходя из трех секторов промышленности, строительства и сферы услуга. Там снова будем искать ответы и пытаться понять в каком сейчас, именно в какой стадии и на каком уровне находятся вот эти основные характеристики экономические и к чему нам стоит готовиться по поводу будущих показателей ВВП. Это невзирая еще, конечно же, о ситуации с Абрезидом. Ну, о фонте мы также поговорим. Давайте начнем мы с рынка нефти. Клосса в прошлой неделе, собственно, так же, как и практически все, да не практически, а все торговые сессии прошлой пятистетки выше, соответственно, цены открытия 52.16, если быть точным, бренд у нас прикрыл неделю, а сейчас 52.37. За неделю рост составил 8%, это самый большой такой стремительный, укрепительный эффект, по-моему, с декабря. Конечно же, настроение немножко подпортило у медведей, поскольку снова приходится ждать вот этой коррекции, на которую настраиваемся, исходя из фундамента. Но рынок нефти никак не может вот наскоком добраться до тех целей, которые мы с вами прогнозировали, ожидали. Но, с другой стороны, разделяя, опять же, долгосрочные идеи, мы понимаем, что откаты, они вполне реальны и разумны, так, наверное, и должны вести себя адекватный рынок. Теперь, что касается фундамента, если им оправдывать поддержку и рост котировок нефти. Ну, конечно же, на прошлой неделе стоит выделить мониторинговый кабинет, который заседал в Питере. Вы помните, что целью этого мониторингового кабинета было определить реализацию соглашения, попробовать определить степень исполнения договоренностей и, может быть, согласовать новые меры по реабилансировке, точнее, потому что может ускорить этот процесс. И что было достигнуто, так это Саудовская Аравия обязуется в августе сократить экспорт до 6,6 миллионов. Ну и, собственно, Нигерия, которая планирует достигнуть в ближайшее время показателей по добыче в 1,8 миллиона и, соответственно, сойти, с плути дальнейшего роста, то есть заморозить эту планку и присоединиться к энергетическому импакту, соблюдая тоже обязательства и условия не увеличения дальнейшей добычи. Но это все моменты, скажем так, ближайшей перспективы. То, что Саудовская Аравия, ну, хорошо, да, это вроде бы как позитивный сигнал, но я вам еще на прошлой неделе говорил, что уже такой более углубленный фундаментальный подход позволяет сделать вывод о том, что Саудовская Аравия в августе опущена вообще на протяжении последних 5,6, неплохо сокращала экспорт, поскольку того требовал растущий неспрос. Ну и потом, друзья, не мне бы вам говорить, если вы помните вообще все эти цифры и статистики, в которые я привожу, то, что 6,6 по ограничению экспорта все равно будет недостаточно, чтобы способствовать ускорению процесса ребалансировки рынка Нигерия. Ей еще, скажем, расти-расти по добыче, поэтому под это нужно закладываться. То, что они не сейчас присоединились к этому энергетическому импакту, произойдет только позже. Я думаю, что не раньше, чем через квартал, поскольку сейчас добывается 1,6 миллиона, а у них цель 1,8. Трейдеры искренне верили в то, что отчет Baker Hughes, который замыкал неделю для рынка нефти по важным отчетам, основу укажет на снижение количества терминалов, поскольку были свидетельства того, что инвестиции сокращаются в этот сектор, и слонцевики уже без особого энтузиазма относятся к этому бизнесу. Я говорил, что это бред, друзья, потому что текущие котировки, они явно способствуют тому, чтобы интерес к этому бизнесу еще был. И рекомендовал сразу, в принципе, ставить на то, что количество терминалов с большей, с гораздо большей вероятностью вырастет. И, собственно, по отчету у нас Baker Hughes от нефтесервисной компании плюс 2 единицы за прошлый день. Это только те платформы, которые специализируются на разведывании слонцевой нефти, до 765. Негативный фактор, но пока не отыгран. Обычно у нас эта статистика отыгрывается в понедельник. День только начался, все может быть, коррекция вот-вот уже и случится. Также сегодняшняя азиатская сессия отметилась еще одним негативным слабым сигналом для нефтянки. И не только для нефтянки, для сырьевых инструментов, поскольку вышли данные по производственному сектору активности в производственном секторе Китая. Снижение с 51,7 до 51,4. Традиционно, с основания этих показателей мы делаем выводы о спросе на сырье. Поэтому в перспективе нескольких кварталов, если статистика будет выдержана, скажем, в конве негативного тренда, будут дополнительные сигналы, почему спрос на нефтянку снизится. Хотя, признаю, последние цифры говорят о том, что спрос в рамках обработки на нефтеперабатывающих заводах увеличивается с начала этого года. И уже выросся примерно на 14% до 8,5%. Это и ингрид, собственно, в Китае. Но, ладно, будем следить дальше за макроэкономическими данными. Я на этой неделе все-таки делаю ставку на отчет администрации аналитической информации и жду, что в этот раз статистика нас не разочарует. Бог с ними, с запасами нас интересует динамика еженедельной добычи. Я напоминаю то, что последний прогноз, он месячной давности, правда, администрации аналитической информации, что они ожидают прирост в августе на 119 тысяч. И, соответственно, уже уверенность закрепления выше 9, соответственно, и 5 миллионов по добычи. Если это случится, друзья, то мы снова вернемся с вами к штатам с нашим с вами клеймо, которое мы повесили уже на этот регион по поводу дестабилизации и снижения эффективности сделки ОПЕК. Это все, собственно, статистика этой среды. Помимо этого, мы начинаем новый месяц и, соответственно, ждем основы прогноза по добыче и ситуации с предложением от администрации аналитической информации, от международного аналитического агентства. И, собственно, ждем ежемесячный доклад ОПЕК, который традиционно формирует настроение на целый месяц, прямо от самого начала. Это те отчеты, которые у нас в перспективе ближайших первых двух недель. Буду держать вас в курсе. Поэтому наши взгляды, друзья, по нефти остаются медвежьими. Надеюсь, что котировки, которые оказались выше 50, не переубедили вас поставить крест на коротких позициях и презентироваться в бай. Может быть, как осрочно, локально вы и сможете получить профит. Но, собственно, не обессудьте, если котировки нефти потеряют, скажем, даже за день-два больше 5-6%. При этом такая динамика ни у кого не вызовет ни единого вопроса. Доллар-рубль 59,50 даже восстановление цен на нефть сейчас не способствует укреплению рубля. Мы говорили о том, что рубль прекрасно понимает, что краткосрочная тенденция не имеет ничего общего с долгосрочными ориентирами. Поэтому рубль сам знает, где будет находиться не в ближайшие дни и не провоцирует эту ненужную волатильность. Скажем, пару рублей вниз, потом вверх. Просто ждет своего часа. Ну, здесь, конечно же, с негативным настроем, когда придется оказаться выше 60. Поэтому купали доллар-рубль. Сохраняем длинные позиции. Центральный банк России в пятницу, видимо, также оценивая риски, которые могут возникнуть для российской экономики, исходя из слабых ожиданий по котировкам в нефти, собственно, предпочел не вмешиваться сейчас в монетарную политику и сохранял ставку рефинансирования на прежнем уровне в 9%. Налоговый период уже позади, поэтому смотрим за нефтью и ждем скрепления пары доллар-рубль выше 60. Евро против доллара. Интересных событий в пятницу не было в плане статистики. Однако, в целом, по фундаменту есть что-то обсуждать. Это доклад, прогноз Международного валютного фонда по ряду инструментов валютных активов, среди которых было евро. Так вот, по версии МВФ, европейская валюта на текущий момент переоценена в диапазоне от 10 до 20%. Особенно, это очевидно по тому, что происходит с промышленностью Германии. Но мы уже связывали то, что рост курса евро негативный, собственно, момент для национальных экспортеров. Об этом мы убедились еще по состоянию европейского фондового рынка, когда DAX показывает исключительно закрытие в красной зоне. В целом, европейский фондовый рынок, который отражает именно настроение основных компаний с учетом текущего курса, евро просил за прошлую неделю на 0,5%. А до этого, друзья, напоминаю, что потери были еще больше. Минус, по-моему, 1,5 или даже 1,7. То есть за последние две недели у нас потери больше 2%. И я думаю, что если евро в ближайшие дни не одумывается, собственно, не скорректируется, хотя бы в район 1,5, европейский фондовый рынок продолжит переписывать, собственно, многомесячные, ну, не многомесячные, пока что, многонедельные минимумы. Сейчас у нас в центре событий, в центре внимания по евро, данные по инфляции. 12.00. Досчет сегодня будет опубликован. Он через 2 часа 20 минут интересует не только общий индекс, но еще и базовое значение инфляции, которое не учитывает цены на энергоносители и, собственно, продукты питания. Если мы получим еще один сигнал того, что инфляция снижается, ну, либо, по крайней мере, заморожена на текущих низких значениях, тогда снова будем говорить про последний комментарий самого Европейского центрального банка о неготовности ЦБ еще отказаться от действующих экономических стимулах. Мы это также уже, друзья, знаем. Поэтому сейчас лишь приходится констатировать тот факт, что евро, ну, не очень-то торопится снижаться. Может быть, отыгрывая и позиционирование, либо просто представляя интересы тех ключевых игроков, которым, видимо, больше, чем нам виднее, куда евро сейчас стоит затащить. Но если для вас фундамент не пустой звук, вы больше, чем я понимаете то, что если и должен произойти разворот, то где-то уже совсем рядом, потому что текущее значение по всем, опять же, аспектам влияния и на национальных производителей, и на индекс потребительских цен, исходя из вообще из риторики Европейского центрального банка, еще и с контрастом с тем, что должно происходить в рамках действий ФРС, евро тоже снижаться. Поэтому сейчас нужно уделять много времени, конечно же, ситуации с евро, тому, что происходит с европейской валютой, но этот анализ должен быть, в целом, направлен на поиск уровней, с которых лучше актив продать. Фонд против доллара тоже, опять же, ссылаясь на прогноз Международного валютного фонда, переоценен на 15-20%. Здесь, откровением, собственно, эти факты со стороны МВФ для нас точных не стали, потому что мы давно, отведив он ту статус негативного, скажем, инструмента, статуса усадера, который очень много сейчас стоит, непростительно, учитывая последний фундамент, собственно, и риски, связанные с Брэнзитом. Но эта неделя будет точно судьбоносной, поскольку суперчетверг голосования по поводу процентной ставки должна уже пролить свет по поводу того, не передумал ли Банк Англии с тем, чтобы поддержать канадские регуляторы, соответственно, ФРС относительно роста процентных ставок. Я не сомневаюсь и уверен в том, что, конечно же, передумал, потому что и инфляция, собственно, и статистика, опять же, по тем самым секторам, о которых я уже говорил, хотя эта неделя у нас уже обновленные данные, мы за ними, безусловно, посмотрим. И Брэнзит – это то, что должно все-таки придержать КАМИ и решительность британского регулятора. Поэтому будем в конечном счете осмотреть за распределением голосов. Я думаю, что максимум двое из восьми голосующих членов проголосуют за возможность либо уже готовность английской экономики к росту процентных ставок. Но шесть человек будет против. Это подавляющее большинство, что должно придать коррекционный импульс для фунта. Доллар – японская иена. Здесь прям по отчетам можно разбирать, друзья. В ОВП во втором квартале вырос больше, чем в два раза по сравнению с пересмотренной оценкой. За первый квартал там цифры 1,2%. Я напоминаю то, что Трамп обещал, что при его президентстве, собственно, экономический рост перевалит за 3%. 2,6% конечно же ниже 3%, но все равно лучше, чем эта оценка, которую мы видели в первом квартале. Основной инъекцией расходов на потребление 0,9% против прогноза на 0,8%. Потребительские расходы в втором квартале выросли на 2,8% против прошлой оценки за первый квартал 1,9%. Уровень доверия потребителей чуть-чуть не дотянул до максимума за последние 16 лет. Очень хорошие макроэкономические данные, которые не привели даже к какому-то скромнейшему росту доллара. Напротив, американская валюта продолжила валиться. И сказать то, что на рынке появился какой-то форс-мажор, снова очередной политический. Может быть, Мюллер смог что-то нарыть, опять же, по поиску российского следа и в выборах 2016 года, и в бизнесе Трампа. Ну, таких новостей лично я не смог на рынке найти. Может быть, вы обладаете больше информации, если также следите за таким тотальным новостным фоном. Поэтому доллар-японская иена, невзирая даже на поддержку фундаментальных релизов, продолжила снижаться. У котировки сейчас 110.53. Друзья, так же, как и с евро, момент, скажем, их истинно уже совсем близок, потому что уровень 110 – это тот уровень, с которого мы уже неоднократно отталкивались, поскольку говорили уже о том, что закрепиться ниже – это было бы абсолютно парадоксально сейчас с учетом фундамента, тем более, что сентябрь очень близок уже, когда ФРС практически 100% пойдет на сокращение баланса. И нужно, конечно же, реанимировать индекс доллара, который находится на минимальных значениях за последние 13-14 месяцев. Это тоже очень не соответствует, сильно не соответствует разниться с фундаментальной картиной. Разворот должен произойти. В этот раз у нас в пятницу катализатор такой серьезный, важный. На эту статистику нужно рассчитывать и надеяться всем, кто верит в рост доллара. Ну и, соответственно, на эту статистику нужно рассчитывать медведем по американцу, если вы не снимаетесь с тем, что очередной отчет станет разочарованием для США и сможет быть использован в качестве именно топлива для еще большего снижения, опять же, теми игроками, которые тачат сейчас американскую валюту вниз. Я разделяю мнение первых. Я, соответственно, отношусь к лагерю тех трейдеров, которые ждут все-таки роста американской валюты. По австралийцам, друзья, также мы должны быть сейчас крайне внимательными, потому что запад на азиатской сессии. Резервная банка Австралии пересмотрит решение по процентной ставке. В 7.30 это, собственно, заседание состоится. К брифингу будет уже информация, поэтому я вам расскажу. В целом у нас уже есть посылки того, что Резервная банка Австралии ничего не будет менять с монетарной политикой, оставит ставку на определенном уровне, лишь напомнит про риски высокого обменного курса. Поэтому завтра я жду от риторики Резервного банка Австралии и Филиппа Лоу давление на курс австралийца, тем более, что мы снова отбились с вами по локальному экстремуму 0,8. Сейчас активно снижаемся. Котировки на текущий момент 0,79-0,76. Я полагаю, что на этой неделе при реализации тех прогнозов и соответствии расклада нашего взгляда по риторике Резервного банка Австралии завтра сможем закрыть неделю больше, чем на 100-150 пунктов ниже текущих значений. Goldman Sachs также рекомендует сейчас рассматривать австралийца только с точки зрения продаж. И плюс ко всему, если австралиец каким-то чудом сейчас будет порываться, закрепиться ниже отметки 0,8, по версии Goldman Sachs это вообще должно стать предметом разговора того, чтобы Резервный банк Австралии еще больше снижал процентную ставку. То есть здесь уже даже не о ужесточении монетарной политики. Если вам интересна такая позиция, то, пожалуйста, один из самых именитых инвестиционных банков к вашим услугам и тоже рекомендует продавать. По золоту. Слабость доллара привела этот актив к новым локальным максимумам 1267,90. Видим, как золото отыгрывает, пожалуй, только поведение доллара, хотя, наверное, это абсолютно нормально. Понимаем то, что без слабого, без сильного, точнее, доллара мы не сможем закрепиться ниже отметки 1250 долларов за тройскую сумму. Но все зависит уже на этой неделе. Фондовый рынок США S&P 2468 чуть-чуть ниже, чем локальные максимумы. Рынок также сейчас в подкушении, опять же, статистики по рынку труда. Не думаю, что нас до пятницы ожидает какой-то серьезный раль. И уж тем более, вряд ли решится рынок на перепись новых максимумов, опять же, без дополнительной фундаментальной поддержки. Отчеты, друзья. В целом сезон отчетности продолжается. Те релизы, которые были опубликованы на прошлой неделе, результаты квартальной деятельности сектора, собственно, S&P, то есть те, которые компании составляют основу этой фондовой бенчмарки, они оказались лучше ожиданий. Я говорил, что большинство компаний просигнализировали о росте дохода на акцию и, собственно, о росте выручки в целом. И это позволило американскому фондовому рынку так и остаться, собственно, практически на потолочных значениях сейчас. В принципе, сейчас, как и руки, 1468, как я, собственно, и говорил. Ждем дальнейших отчетов по штатам. И пока не торопимся все-таки покупать дальше американскую фонду. Друзья, из отчета сегодня в 12.00 данные по инфляции. Два часа и девять минут еще до этого релиза. В целом по ожиданиям уже поговорили. На этом, собственно, все. Желаю вам хорошей торговой бедсневки. Пожалуйста, как и всегда, контролируйте риски. Если есть вопросы, задавайте их на нашем канале на YouTube. Также большое спасибо тем, кто оставит лайки, большие пальцы. Увидимся, соответственно, сегодня также в 16.30 на вебинаре «Правильный понедельник». Ну и завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через Перископ. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...